Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки! Мы продолжаем наше рок-путешествие по Питеру, посвященное 40-летию Ленинградского рок-клуба. И сейчас мы приехали с лекцией по теме влияния музыки Битлз на русскую рок-музыку, которую читали сотрудники музея Коли Васина в Музее Музыки. Сейчас приехали на другой концерт. Днем, как вы уже поняли, мы ходим по выставкам, сочиняем песни про этот прекрасный город. Вчера, 23 апреля, мы были на акустическом дуэте «Мегаломания» в клубе «Грибоедов». Неплохие музыканты. При этом мы выбирали, куда пойти в этот вечер между инструментальной виолончельной группой «Рок-челос» и «Ними». Но выяснилось, что мы слегка прогадали. Потому что это был не концерт, это просто был обычный клубный вечер и обычные клубные музыканты, которые просто играют клубную музыку, такой кавер-каверой. А сегодня, 24 апреля, мы приехали в клуб Морзе на концерт «Дельфина». И перед этим опять нам пришлось выбирать, так как выбор выступлений в Питере большой. На этот раз выбирали из четырех выступлений. Казалось бы, это посложнее, но на самом деле выбор для меня был намного проще. Я расскажу почему. Помимо «Дельфина» в этот день выступают известные коллективы и на других площадках. В клубе «Космонавт», к примеру, выступает известный актер Александр Устюгов со своей группой «Экибастуз». Но это не рок-музыка, это эстрадное пение под гитарой и барабаной. Я люблю хорошую эстрадную песню, но если есть возможность выбора, то предпочту выступления хороших рок-музыкантов. В клубе, в котором мы были вчера в Грибоедове, сегодня выступает группа «Игра». Но на нее мы тоже решили не идти, так как они исполняют песни группы «Кино». А я не особый любитель творчества группы «Кино», и уж тем более мне не будут интересны перепевки песен Виктора Цоя. Это первое. И второе. Вчера вечера мы уже были в этом клубе, поэтому хотелось бы сходить в какое-нибудь новое место. Поэтому группа «Игра» выбыла из игры, не успев начать играть. Еще один музыкальный коллектив выступает сегодня в клубе «Время Н», что на Васильевском острове. Это московская группа «Растич», которая создана выходцами из группы «Седьмая раса» Александром Растичем и Романом Хамутским. Группа выступает со своим первым альбомом под названием «Культовый альбом». По мне, так это очень интересный коллектив, который играет правильную рок-музыку, то есть они правильно строят вокальную ритмику. Я должен сказать, что их дебютный альбом, опять-таки, по моему скромному мнению, очень интересный как с музыкальной, так и с текстовой точки зрения. Осмысленные тексты. И меня лично, как противника любого бездумного подражательства Западу, очень повеселила в их альбоме песня «Время гнусавых» про нашу российскую отрыжку американской рэп-культуры. С пародией на песню «Сансара», которую исполняет Василий Михайлович Вакуленко, более известный по псевдониму Баста. Только он поет свою песню в гнусавой рэперской манере. «Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей». А ребята из группы «Растич» на эту же мелодию спели. «Когда кончится время гнусавых, мы споем чистыми голосами». Очень интересный коллектив, и я с большим интересом пошел бы на их концерт. Но и «Дельфин» мне интересен. Поэтому выбирать между «Растичем» и «Дельфином» для меня было мучительно сложно. Но меня, как обычно, выручил мой режиссер и продюсер, который по совместительству является моей любимой женой и матерью моих четверых детей, который настоял на «Дельфине», тем самым, сняв с меня груз колоссальной ответственности за выбор вечернего мероприятия. А спорить я не стал, так как «Дельфин» тоже прекрасный. И музыкант, и поэт не хуже Александра Растича. И второй. А что спорить-то с любимой женой? К маме, значит, к маме. А на «Растичей» я схожу обязательно. Они же москвичи. Значит, будут концерты давать и в Москве. Сходим. Но сегодня идем на «Дельфина». И я вкратце расскажу, кто это такой. Понимаю, что многие знакомы с его творчеством. Но наверняка есть и те, особенно те, кто помоложе, которые даже и не догадываются о его существовании. «Дельфин» — это псевдоним Андрея Вячеславовича Лысикова. По мне, так очень молодого московского музыканта. Ну, в сравнении со мной. Ну, а для кого-то музыканта очень древнего. Так как ему идет уже 50-й годок. Но в любом случае, как бы кто не считал его возраст, это, на мой взгляд, очень приличный русский музыкант, который начинал еще в далекие и лихие 90-е годы, в хип-хоп-трио «Мальчишник», ставшем известным благодаря песне «Секс без перерыва», написанной еще в 1991-м лохматом году, как раз «Дельфином» в соавторстве с другим участником этой группы. Припев этой прекрасной песни звучал шокирующе для уха советского человека, для которого секс долгие годы был запретной темой, табу. Даже на одном из телемостов с Америкой, организованном Владимиром Познером в 1986 году, представительница комитета советских женщин Людмила Николаевна Иванова дала отпор наглым американцам, произнеся знаменитую фразу «Секса у нас нет, и мы категорически против этого». Это я дословно. Отшила империалистов, как и положено советскому человеку. А ребята из хип-хоп-трио «Мальчишник» как раз на этом и сыграли. Когда эпатируя и шокируя советскую публику, или выражаясь современным языком, ловя на этом хайп спели «Секс, секс, как это мило, секс, секс, без перерыва». Поэтому песенка тогда шокировала толпу и запомнилась советской публике. И сама группа «Мальчишник» проснулась знаменитой с утра под самый занавес Советского Союза. И, соответственно, стали очень известными и популярными сами участники группы. Но жизнь продемонстрировала, кто из участников группы был наиболее талантлив в поэтическом и в музыкальном отношении. Им, на мой взгляд, как раз и оказался Андрей Лысиков с псевдонимом «Дельфин». Вначале он продолжал играть и петь в «Мальчишнике» и еще в одной своей группе «Дубовый ГАААЙ». Затем организовал проект «Мишины дельфины». А затем уже стал работать сольно под псевдонимом «Дельфин». И подтверждение того, что я сказал, что он талантливый музыкант. В 1998 году журнал «Ом» назвал «Дельфина» исполнителем года, поставив его альбом в один ряд с альбомами «Мумии тролля» тогда очень популярного и «Агаты Кристи», которые до сих пор интересны музыканты. Его творческая жизнь успешно продолжается до сих пор. А успешность всегда преследует тех, кто не стоит на месте, не цепляется за былой успех, за старые хиты, а беспрерывно развивается, сочиняет новые песни и шагает в ногу со временем. Как в музыке, так и в текстах, да и вообще в любом деле. И при этом, конечно же, вырабатывает собственный, индивидуальный, неподражательский стиль. Дельфин, на мой взгляд, как раз именно такой музыкант. Поэтому, начав с хип-хопа, он стал экспериментировать и с другими музыкальными стилями. Двигаться в сторону более серьезной музыки, если, конечно, можно так сказать о популярной музыке. Но именно к этому его обязывают собственные стихии, двигаться в сторону более серьезной музыки. Под них уже беззаботно не позажигаешь, и брейк-данс не потанцуешь. На данный момент я бы охарактеризовал его музыку как электронный альтернативный рэп-рок, в котором смешаны и интересные электронные звуки, и прилично звучащие перегруженные гитару, и зачастую простые панковские гармонии, и рэперская читка, и альтернативно-протестные социальные тексты. Но подчеркну, это не эклектика. Это органично соединенные, переплавленные воедино элементы разной стилистики, которые образуют индивидуальный органичный стиль дельфина. Я не назову себя любителем и знатоком творчества дельфина, но в музыкальном плане он мне интересен. А вот стихотворно, может быть, кому-то и нравится социальщина и злободневщина, но только не мне. Я считаю, что социально-политическая злободневщина имеет мало общего с поэзией. Но это мое мнение, сугубо личное. И еще мне не по душе, когда со сцены матерятся, призывают к самоубийствам, ругают власть, которая дала им полную свободу. Причем ругают так, а бы ругать. Протест ради протеста. Восхищаются декадентскими настроениями, бравируют употреблением наркотиков, алкоголя и демонстрируют публике всю эту вот такую ребяческую браваду. А на самом деле такими людьми не являясь. И поют всю эту хрень только потому, что молодым людям эти темы очень нравятся молодежи. Поют, не задумываясь о том, как же твое слово отзовется в неокрепших душах. Так вот, у Лысикова вся эта хрень ранее присутствовала. И в одном из своих блогов, за номером 4, посвященном критике романтизации самоубийств в музыке, в 2019 году еще, я критиковал его за песню «Суицидальная диско» из одноименного альбома его бывшей группы «Дубовый Гаай» со следующим текстом «Послушай, что я скажу тебе, не стоит жить. Послушай, что я скажу, ты разучился любить. Голубые тени вен порви быстрей. Послушай меня, себя убей. В этом мире давно тебя не держит никто. Ты опускаешься на дно и пьешь сознанием вино. И тебе говорят, что ты должен бросить пить. А я предлагаю тебе себя убить». Вот такая вот песенка у него была веселая. Но это было в далеком 1992 году, когда Лысикову было 20 лет. С тех пор прошло много времени, да. Я не следил за его творчеством, так как музыкой не занимался. Так, изредка что-то прослушивал, видел, что человек развивается, шагает в ногу со временем, музыка его становится интереснее, тексты взрослее. Сегодня ему уже 49, и у него есть дочка и сын. И, наверное, он уже молодежь к самоубийствам не призывает. Призывать «хорошо, когда у тебя еще мозгов нет и детей своих нет». А как только появляются свои дети, свое продолжение, своя кровь, то тут ты уже начинаешь понимать, что это не шуточки. И эта бравада никому не нужна. Поэтому сегодня я хочу вживую посмотреть его выступление, послушать его сегодняшние тексты, чтобы получить представление о дельфине сегодняшнем, почти 50-летнем. Пойдемте вместе смотреть и слушать концерт «Дельфина». А после концерта я поделюсь с вами своими впечатлениями. Пойдемте. И заодно посмотрим, что это за клуб «Морзе». Ну что, мы внутри клуба «Морзе» на 10-11 месте. Ну, клуб такой вроде бы интересный. Знаете, мне кажется, что здесь должна быть хорошая акустика. Но сразу, что не понравилось. Мы же сидим на ВИП-местах, на самых лучших. Мы же на других местах не сидим никогда. Мы же звезды рок-н-ролла. Поэтому, сидя в первом ряду, все видно хорошо. Но мы целый день ничего не ели. Мы были уверены, что на ВИП-местах какое-то обслуживание, что-то поесть дадут. Ничего подобного. Есть вода холодная и теплая. Вот разновидности есть такие. Разнообразие у них. Холодная и теплая есть. Есть чипсы. Несколько сортов. Видите, с сыром и еще чем-то. Ну, зато есть вино. Вино, и мой режиссер заказал себе бокальчик шампанского. Ну, у них бокальчики вот такие, безопасные. На крайний случай. Ну, а что мне интересно еще? Я-то думал, что здесь танцпол, а тут партер. Обратите внимание. То есть, Лысиков Андрей стал серьезным музыкантом. Его музыку слушают теперь, сидя в креслах. Это только мечтать надо. Чтобы твою музыку сидели и внимательно слушали в креслах. Значит, дорос, товарищ. Будем слушать. А потом скажем, как оно. А потом скажем, как оно. БАСНОМ ЯЗЫКЕ БАСНОМ ЯЗЫКЕ БАСНОМ ЯЗЫКЕ В ладонях небесных рук, медленно остывая. Дети решили драться, в слезах потерять терпение, С родами раскритаться, за первый свой день рождения. Дети стали муропели, нежных самцов и самок, Душевых порвали от игровых приставок. Не убежать, не спрятаться ниткой в кровавых швах, Будут искать, белые дыры в головах, Новые платья, речут на спинах испорченных тел, Сёстры и братья, ведь этого ты хотел. Нас заставляют гореть, бросая фэры слов, В сломанную на треть устройство наших голов. Из грязи наших желаний в мир прорастают цветы, Разочарований, бутонами пустоты. Будущее детей штыком убирается в спину, Мы строим для них дома из костей, Кровь превращает в глину. Пламя внутри тебя и меня, Наши глаза от слез ослепли, Ненависть в огне, Тянутся в дверь красные стены, Солнцу наших сердец, Медленный газ, будто искрами в небле. Медленный газ, будто искрами в небе. Медленный газ, будто искрами в небе. Медленный газ, будто искрами в небе. Алые листья клёна, Раной выплавший снег. День свергнутый струн, Проспят на крестях аптек. Улицы ждут своих пьяниц Пропавших на рельсах метро Папа, ты меня В этой крымешной тьме Папа, я жду тебя На той пистане Мой дед Ну что, концерт Дельфина закончился Подведу краткие итоги и расскажу о своих впечатлениях Сначала о музыке, по музыке, без слов Хочу сказать, звук был отличный, великолепно звучало На сцене три человека, барабанщик, сам Дельфин С компьютерными какими-то приколами И техникой, и гитарист Очень много было компьютерных подложек И бэкинг треков То есть все строилось на этом Поэтому и бас-гитары не было, и других музыкантов не было Но звучало великолепно Они звук отстроили классно И зал акустика, видать, позволяет это сделать Очень хороший звук Вот прям достойный, я вот так вот сказал бы Очень оригинальные, хорошие все время были начала Они так резко начинали, взрывали сразу в зал Классно делали Электронно такой гитарный рок Теперь перейду к текстам и к словам Конечно же, это не пение в классическом понимании Это все-таки больше рассказ стихов под музыку Но это рассказ стихов не речитативный Это среднее что-то между рэперской чуткой и просто рассказом Ну, припевы кое-где он пел Но вот так Теперь по поводу смысла текстов и смысла всех песен Ну, упадническая музыка Скучная Все время все нытье одно Все песни, ни одной веселой песни Только вот эта беспросветность Конец света Он стоит на краю бездны Смотрит в ад И докладывает людям, что там творится А они глупые Веселятся, не догадываются Что скоро свет кончится Конец миру Знаете, напоминает подростка Который, знаете, попробовал какие-то прелести уже в жизни И женские, и фойла Всякая наркоту А потом его подружка бросила И он думает, что все, он уже познал мир Все, весь мир бардак Все бабы Женщины с низкой социальной ответственностью Вот это напоминает вот это Понимаете, когда Все песни грустные, ноющие Беспросветные, декадентские Это неправда Жизнь разнообразна Она цветна Точно так же, когда Все песни веселые Это тоже неправда Жизнь и так, и так Наполовину состоит Из хорошего И плохого Из черного Из белого Она радуга И поэтому Когда ты все время ноешь Ни одной веселой песне Но это Ты не повзрослел Значит, ты еще взрослым не стал Поэтому молодец Что хоть не призывает к самоубийствам Но беспросветность прям в зал сыпет Вот такая вот у меня Впечатление о его поэзии Звук О, музыка Отличная Но Тексты И не держат Тексты Такие впечатления Мы поехали в отель Отдыхать Ну что Все-таки Пушкин-то гениальный был Товарищ Лермонтов Ну согласитесь Евгений Онегин Ну вечный персонаж И Печорин Ну Вот это была смесь Онегина с Печориным Который все Упознал Все видел Весь мир бардак Он все знает Он смотрит На Разверзшийся ад И докладывает Повторюсь Людям Что вот Смотрите Все Скоро Конец Лето Ну повторюсь Но это смешно Ну ребенок Как вот Вырастает Он все видел Он все знает Ну повторюсь Ну просто Ну ни одно Одно нытье И Самое смешное Что вот это Подтвердил еще Концовка концерта Он все Все уже ушли И на сцене Там сзади был Череп Ой Скелет сидел На 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 Ну на экране Был скелет Который там Клацал ногами И улыбался Что мол Доигрались Скоро конец света Пойдемте Молодец Все хорошо Тематика детская Но музыка Классная То есть Звук Великолепный Вот Вот чему Поучиться у Дельфина Надо Звук Класс Я много Концертов Просмотрел Редко Что звучит Так хорошо Вот я честно Редко Я слышал Такой Классный Звук Понимаешь Что там Много Подложек Там много Бэкин Треков Но Ребята Извините А кто вам Всем остальным Мешает Использовать Бэкин Треки Это Современный Мир Надо Использовать Это все Поэтому Молодец Я ему В этом плане Аплодирую Просто Аплодирую Классный Классный Звук И Скорее всего Что акустика Самого Зала Это Поддержала Хорошая Акустика Вот знаете Я повторюсь В главклубе Ну как там Кто не выступает Ну как там Не крутит Ну глухой Звук И все Здесь звучало Классно Вот так Поехали Ну слушай Ну классная Какая-то территория Не знаю Что это такое Но Обалденно Куча ресторанов Куча баров Огромный экран Там наверняка Проходят какие-то концерты Либо спорт Какие-то мероприятия Показывают Класс Мне нравится Молодежь И Самое интересное Какая-то доброжелательная Атмосфера Вот знаете Я не чувствую Агрессии Здесь Хотя Ну понимаете Что это люди Другого поколения Мы у них уже Вызываем вопросы Но агрессии Все доброжелательные Очень хорошо Мне нравится Мне Питер В последнее время Стал нравиться Раньше Тут люди Были поагрессивнее Чуть-чуть Как-то И к москвичам Относились Всегда Незапрожелательно С таким С неким Превосходством Сейчас я этого Не чувствую Хорошо Знаете Что мне нравится Вот этот Ларечек Чешские Сардельки А Трельники Трельники Чешские Трельники Потому что На самом деле Чешские Колбаски Это очень Вкусно С пивом С капусточкой Знаете Тушеной С пюре На Ваславской площади Вот такие Я обожал В Праге На Ваславской площади Подойти Хлорьку Не в ресторан Хлорьку Взять эти Колбаски Взять пюрешечку С капустой Они прям там Запах На всю Ваславскую площадь Стоит Класс Вот такие Поэтому мне нравится Это Обалденное Место Надо узнать Как он называется Ну что хочу сказать Мне нравится Это рок-путешествие На этот раз Санкт-Петербург Мне и тут понравилось А мне любые Путешествия нравятся Вообще жизнь нравится Я не буду ныть Как дельфин Ни одной веселой песни Я буду веселиться И радоваться Пойдемте Из жизни русской профессуры Из жизни докторов наук Истории вам без цензуры Расскажет рокер Валащук Валащук Валащук